Для новой рулёжной дорожки и перона в Липецком аэропорту понадобились тысячи тонн бетона и два года работы. Строительство вели не нарушая график полётов. Теперь здесь одновременно могут не только остановиться, но и развернуться три большегрузных самолёта. Но одной стоянки для лайнеров мало, поэтому модернизировали и взлётно-посадочную полосу. Для аэрбасов её продлили на 150 метров. Сейчас её общая длина более двух километров и увеличится ещё до 2800. Работы запланировали на следующий год. Новые объекты в Липецком аэропорту открыли руководитель Росавиации Александр Нерадько и глава региона Олег Королёв. И вот теперь по завершению второго этапа строительства аэропорт может принимать уже тяжёлые типы воздушных судов, такие как БМ-737, А320, 321, транспортные самолёты Ил-76. Мы доведём всё до логического конца. И в целом почти миллиард денег федерального бюджета, почти полмиллиарда денег областного бюджета потрачены не зря и будут потрачены дальше, чтобы это помогало людям обеспечивать для людей мобильность населения, которое может и должно пользоваться этим средством так, как предлагает и предполагает современная цивилизация. Также продолжается строительство современного диспетчерского центра. Модернизация расширит географию полётов. В прошлом году аэропорт Липецка выполнил 9 тысяч рейсов, а пассажиропоток составил более 55 тысяч человек. Сейчас самолёты регулярно летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Екатеринбург, Ростов и Симферополь. За последние два года аэропорт выполнил 41 международный рейс в Италию, Германию, Венгрию, Чехию, Францию и другие страны. С открытием новых объектов в воздушной гавани первым регулярным зарубежным рейсом станет Липецк-Ереван на самолётах Ан-148. Все мы уверены в том, что в Липецке появится совсем скоро новый, современный, в авиации называется ХАП, крупный аэропорт. И что самолёты будут всё меньше летать через Москву, а будут летать через Липецк. Поздравляю вас! Крупные авиакомпании в Липецк уже пришли. К примеру, Саратовские авиалинии и Сибирь. После Аэрофлота она вторая по величине в России. И уже в это воскресенье на новой рулёжной дорожке развернётся и припаркуется самолёт Embraer 170 от S7 Airlines. На нём в Москву вылетит более 70 пассажиров. О дальнейших перспективах Липецкого аэропорта, реконструкции и будущих направлениях полётов говорили и на совещании в администрации региона. Оно состоялось сразу после торжественной части. Дмитрий Курмаков, Анатолий Гончаров. Липецкое время.